ТАЙНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТЕЛА 25 февраля девушка под ником Sweet опубликовала на Tumblr фотографию платья и задала своим друзьям простой вопрос о том, какого оно цвета. Спустя считанные часы миллионы людей разделились на два лагеря. Одни утверждали, что наряд синий-черный, а другие, что бело-золотой. Но даже после того, как автор подтвердила, что оно действительно синее с черными полосками, дебаты в сети не прекратились и продолжаются до сих пор. Давайте посмотрим на это платье, какого цвета видите его вы. Всемирному безумию, которое породило данное платье, существует логическое объяснение. Цветовое восприятие человека зависит от индивидуальных особенностей его зрения. За интерпретацию цветов в органе зрительной системы отвечает сечетая оболочка, строения которой чрезвычайно сложные. Самый наружный слой является свето-цветовоспринимающим. И состоит из нейроэпитолиальных клеток, палочек и колбочек, воспринимающих свет и цвет. Колбочки отвечают за восприятие цветов, а палочки – за восприятие оттенков вроде серого, черного и белого. Колбочки работают только при условии попадания на объект нужного количества света. Таким образом, некоторые могут видеть ткань белого цвета, а для других цвет этой же ткани – синий, из-за недостаточного освещения. Сетчатка человеческого глаза содержит три типа колбочек, воспринимающих свет в фиолетово-синий, зелено-желтый и желто-красный в частях спектра. Что касается черного цвета, который многие воспринимают в качестве золотого, существует такое понятие, как аддитивное смешение цветов. Смешивая в определенном соотношении три основных цвета – красный, зеленый и синий – можно воспроизвести большинство воспринимаемых человеком цветов. В противоположность аддитивному смешению цветов существуют схемы субтрактивного синтеза. По мере добавления новых и новых цветов, конечный цвет будет становиться все темнее, пока полностью не станет черным. Пользователи, которые считают, что цвет платья синий-черный, имеют более эффективно функционирующие колбочки, что в конечном итоге приводит к субтрактивному смешению. Представители второго лагеря, которые считают платье бело-золотистым, получают менее восприимчивые к цвету колбочки, что вызывает аддитивное смешение. Если повысить яркость экрана смартфона или монитора, то можно увидеть, как платье меняет цвет из бело-золотистого на синее-черное. Нейробиолог из Университета штата Вашингтон Джейн Найтс говорит, что человеческие глаза и мозг эволюционировали, чтобы различать цвета в мире освещаемым Солнцем. Свет входит в глаз через хрусталик. Волны разной длины сообщают о разных цветах. Свет попадает на сетчатку в задней части глаза, где пигменты активизируют нейронные связи в зрительной коре, части мозга, которая переводит сигналы в изображение. Мозг выясняет цвет какого цвета отражается от объекта, который видит глаза, и отделяет этот цвет от цвета, который считается реальным. Таким образом, люди не учитывают синий цвет и иногда видят белый и золотой. Добавил другой невролог из колледжа Уэлсли Бэвил Конвей. Изданию BuzzFeed удалось связаться с автором оригинального поста Кейт Макнил, которая рассказала, что в действительности платье синее. Тайны человеческого тела В мире существует множество оптических иллюзий. Некоторые из этих зрительных обманов давно уже имеют научное объяснение, другие до сих пор не разгаданы. Представляем вам самые обсуждаемые оптические иллюзии ушедшего года, которые доказывают то, как легко обмануть наши глаза. Если разрезать плитку шоколада 5 на 5 и переставить все кусочки в показанном порядке, то откуда ни возьмись, появится лишний шоколадный кусочек. Смотрите на крестик. Периферическое зрение превращает красивые лица в монстров. Иллюзия интерьера Тайны человеческого тела После сегодняшней программы попытайтесь взглянуть на наш мир немного под другим углом. Чудеса существуют, они среди нас. На протяжении 20 лет нам доверяют самое ценное – свое здоровье. Селющая Кроплына – это не только фитоаптеки, это центр здоровья. К нам обращаются за помощью пациенты от своих знакомых и близких, потому что мы лечим натуральными лекарственными средствами без побочных явлений. Селющая Кроплына – это лучшие врачи, которые всегда помогут вам. Уникальная методика лечения с индивидуальным подходом к каждому позволяет улучшить качество жизни. Селющая Кроплына – это лечение таких заболеваний, как заболевания сердечно-сосудистой, нервной, пищеварительной, дыхательной системы, профилактика и лечение острых вирусных инфекций, дерматологических заболеваний, эндокринной и мочеполовой системы. Сеть аптек «Селющая Кроплына» – это доступные цены, а также высокое качество натуральных лекарственных средств и высокопрофессиональное мастерство врачей. Приходите за здоровьем! Далее в выпуске. Главный обман человечества. Оптическая иллюзия – причина искажения реальности. Обманом зрения называют эффекты зрительного восприятия, которые возникают непроизвольно или сознательно у человека, который наблюдает за определенными анимациями или изображениями. Подобные эффекты называют также оптическими иллюзиями, ошибками зрительного восприятия. Их причина – неточность или же неадекватность процессов, которые проходят при неосознаваемой коррекции зрительных образов. Кроме этого, в процессе возникновения оптических иллюзий также принимают участие физиологические особенности органов зрения и психологические аспекты визуального восприятия. А сейчас мы предлагаем вашему вниманию обзор нашумевших оптических иллюзий. Тайны человеческого тела. Если пристально смотреть на точку в центре черно-белого изображения в течение 15 секунд, то картинка обретает краски. Рисунок Роджера Шепарда. Сколько ног у слона? В какую сторону крутится колесо? Дракон Джерри Андруса по имени создателя, как его ни крути, все время смотрит на наблюдателя. Как две сигареты могут быть одновременно разного и одинакового размера? Сложный оптический эффект, создающий у зрителя ложное представление о месте нахождения сиденья, обусловлен оригинальной конструкцией стула, придуманного французской студией Айбрайт. Не отрываясь, смотрите на крестик, и вы увидите, как фиолетовые пятна станут зелеными, а потом вовсе пропадут. Смотрите 30 секунд на черные точки в центре картинки, после чего переместите взгляд на потолок и поморгайте. Что вы увидели? В какой точке картины вы бы не сфокусировали свой взгляд, картинка ни на секунду не перестает двигаться. Разного ли цвета клетки А и Б шахматной доски? Иллюзия восприятия цвета, опубликованная профессором Массачусетского технологического института Эдвардом Мельсоном. Анимационное изображение получено накладыванием на рисунок черной сетки. Смотрите, не моргая в середину изображения 20 секунд, а потом переведите взгляд на чье-нибудь лицо или просто стену. Тайны человеческого тела Сколько еще интересного таится в нашем сознании? На этот вопрос, увы, ответа нет. Но и не нужно, иначе мы лишимся возможности удивляться, восхищаться и поражаться тому, какими нас создала природа. СПОНСОР ПОКИЗУ МЕРЕЖА АПТЕК «ЦИЛЮЩА КРОПЛИНА» СПОНСОР ПОКИЗУ МЕРЕЖА АПТЕК «ЦИЛЮЩА КРОПЛИНА»